Сегодня готовим пшенную кашу с тыквой и яблоками. Нам понадобится 1 стакан пшена, 1 яблочко, ванили и также несколько долек тыквы. Пшено зальем горячей водой и оно пусть постоит, промоется, пусть отойдет горечь. И когда мы закончим тыкву, потом мы сольем воду. Порежем ее на 3 части, а потом еще на 3, так будет легче ее очистить. И снимаем вот эту внешнюю кожуру. Получилось вот такое количество тыквы. В кастрюле начнем распускать примерно 80-60 грамм масла. Яблочки нарезаем в последний момент, потому что они быстро окисляются на воздухе. Масло до кипения не доводим. Иначе она начнет гореть. И можем начинать опускать тыкву и яблоки. Где-то через полминуты, через минуту можно помешать, чтобы не пригорало. Не ждем, чтобы наша тыква начала пригорать. То есть немножечко она обжарилась на масле, немножечко впитала маслом. Теперь можно чуть-чуть посолить. Сахар потом будем сыпать. И добавим горячей воды. Так, чтобы оно подтушивалось. Можно еще. То есть один стакан воды. Закроем крышкой. И оставим где-то на 15 минут. Еще добавим жменьку изюма. Изюм можно положить в стакан и залить горячей водой, но тоже на те же 15 минут, пока будет готова тыква. За тыквой надо постоянно присматривать. Немножечко помешать. И закрыть опять до кипения, чтобы она покипела 2 минутки и снова помешать. То есть через каждые 2-3-4-5 минуток присматриваем. Прикипела, чтобы не подгорало. И чтобы все тыквочки немножко прокипятились в нашей водичке. Ну, где-то через почти 15 минут выглядит вот так. Сейчас я это оставлю охладить и взобью миксером. Или растолку миксером, будет точнее сказать. Выключаем. У меня плита электрическая, она еще подойдет немножко. И оставляем ее остывать. Когда тыква немножко остыла, можно ее начинать взбивать. Почему нельзя взбивать горячей? Ну, скорее всего, что только потому, что элементы блендера содержат пластиковые детали. И они просто могут, во-первых, испортиться, а во-вторых, частично перейти в тыкву. И потихоньку вот так взбиваем. Вот это очень удобно. Потихоньку превращаем в однородную массу. Взбивать, конечно, не надо, но просто кто-то любит кусочки, а кто-то не любит кусочками. Как бы я бы хотела, чтобы было как бы пюре. Никогда не очищаем этот блендер, когда он включен. Обязательно сначала надо выключить, а потом уже его очищать. Добавим в пюре очищенный и промытый изюм. И также ванилин или ванильный сахар. Я решила добавить ванильный сахар. То есть это у меня будет сладкое блюдо, десерт. Возвращаем нашу тыкву на огонь. Сейчас я добавлю еще 2 стакана молока. То есть у нас уже был 1 стакан воды. А теперь добавлю 2 стакана молока. Закипятим. И после этого добавим пшено. 1 стакан пшена. Помешаем. Конечно, далеко уходить не нужно. Нужно ждать и смотреть. Потому как молоко может пригорать. Поэтому нужно его постоянно помешивать. Из специй. Я думаю, что одного ванилина недостаточно. Будет сильно сладко. Поэтому у меня есть имбирь. И я добавлю чуть-чуть имбиря. Вот буквально на кончике этой вибочки. А также у меня есть кардамон. Это очень приятная добавка. Специя. И таким образом у меня получится, я думаю, что очень вкусная каша. Перемешаем. Скоро будем добавлять саму пшенку. То, что молоко закипает, очень легко видеть по этим беленьким пятнышкам. То есть начинает выходить. Так как она достаточно густоватая, поэтому получаются такие как бы точечки. Так как местами проходит горячая температура. Местами нет. Поэтому нужно постоянно помешивать, чтобы не подгорело. Ну хорошо. Сейчас я положу пшено. Положим пшено. Перемешаем. Очень удобная ситечка. Хорошенько перемешаем. Буквально закипит. И поставлю в духовку на 20 минут. Пшенка через 15 минут выглядит таким образом. Я ее перемешала и поставлю еще раз на 5 минут в духовку. Сверху добавила кусочек масли. Ну вот мне лично такая консистенция очень нравится. Пшено разварилось. Недостаточно густое, недостаточно жидкое. Ну, я считаю, что я закончила эту варку. Ну вот, наша пшеничная каша с тыквой готова. Поливаем ее немного черничным вареньем. И приятного вам аппетита!